Применим к тем же данным две реклассификации. Зависимые переменные, и здесь шесть предикторов. Они здесь уже представлены. Exotic Chate. Задаем опцию валидации, поскольку у нас больше тысячи респондентов, то мы можем использовать Cross Validation. То есть получается, что у нас будет 10 рандомно отобранных подвыборок. То есть получается каждые немного более 100. И 10 раз рассчитывается модель, исключая объекты, каждый из подвыборок по очереди из рассмотрения. То есть у нас получится 10 подвыборок по 900 с лишним человек. Запускаем. Получаем. Вот модель без Cross Validation, которая говорит нам о том, что всего лишь один признак может выступать в качестве предиктора здесь. И этот признак – это уверенность в завтрашнем дне, как, собственно говоря, и в регрессии. Риск на уровне 0.45, ну то есть это оценка качества модели, то есть сколько у нас будет ложных прогнозов, если грубо говорить. И здесь модель с Cross Validation, те же самые значения. И вот таблица классификации, которая у нас некачественная, поскольку здесь, как и в регрессии, используется модальный прогноз.